Дома и получать зарплату. Так, судя по результатам последних данных, от работодателей хотят работать четверть россиян. Некогда любимый дизайнерами, программистами, копирайтерами и бухгалтерами фриланс с наступлением лета теснит постоянное, но удаленное от офиса работа. Кажется, что плюсы очевидны для обеих сторон. Никаких забот по аренде офиса или организации рабочего места и труд в домашних условиях в любое удобное время. Так уже работает каждая третья компания страны. Олег Пакшин попытался разобраться, для кого удаленка – это свободный полет, а для кого испытания с самоконтролем. В одной из крупнейших в России телекоммуникационных компаний началось великое переселение сотрудников. Две трети специалистов переезжают работать домой. Уже больше двух тысяч сотрудников подписали дополнительные соглашения к трудовому договору, которые позволяют им работать удаленно. И они пробуют себя в этом новом подходе к работе. Дома на диване, на скамейке, в парке, а может на пляже. Теперь проводить рабочее время можно где угодно. Важен только результат. Привет. Привет. Анастасия у нас находится в Новосибирске сейчас. Работает в кафе. Свою работу мечтой он сделал сам. Россиянин тунисского происхождения. Сухель Закар одним из первых применял душный офис в IT-компании на уютную террасу любимого кафе. Я просто уволился и, собственно, наши работы на себя. Принимал входящие запросы. Работал из дома сначала. Потом обнаружил, что в кафе можно тоже работать хорошо и удаленно. И где-то там, наверное, с 2006 года я работаю в таком режиме. Теперь Сухель не только сам выполняет заказы на разработку компьютерных приложений. На него также удаленно работают десятки сотрудников, которых он только в скайпе и видел. Как и своего работодателя. Наша команда здесь находится, где-то в Твери, где-то в других городах России. А заказчик, основной клиент, он находится в Америке. Кроме IT-специалистов, на дистанционную работу уже перешли или перейдут в ближайшее время бухгалтеры, юристы, фотографы и журналисты, писатели и переводчики, маркетологи и страховые агенты, и даже инженеры-проектировщики. Только на портале «Работа в России» представлено 3000 вакансий для работы удаленно. Это, прежде всего, менеджер по работе с персоналом. Сегодня же можно подбирать на работу, через дистанционную, отбирать, подбирать компанию на работу. Это всякие интернет-магазины, те, кто оказывает консульционные услуги, менеджеры по консультам. Социолог Вячеслав Бабков изучил тенденцию и прогнозирует взрывной рост дистанционной занятости в России. Если сейчас удаленно работает всего около 1-2% специалистов, то к 2020 году каждый пятый работник в России.